Петропавловск Безбарьерная среда. Бизнесмены областного центра помогли установить пандусы в жилом доме для инвалида. Трудно ли быть социально ответственным? Петропавловск в пятницу подвергся большой инспекцией. Проводил ее первый заместитель премьер-министра республики. Оскар Мамин приехал, чтобы посмотреть, как на севере готовятся к предстоящему форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Он проходит поочередно в приграничных городах двух соседних стран. И этой осенью наша очередь встречает такой представительный форум. В Петропавловск прибудут главы государств, бизнесмены, государственные служащие. Ожидается больше тысячи гостей. А это значит, надо предусмотреть все. Поэтому подготовку к такому значимому и масштабному событию начали еще в прошлом году и обещают, что успеют к сроку завершить все, что запланировали. А планов много. В первую очередь это ремонт улиц и благоустройство города. Кроме того, строятся в Петропавловске несколько ключевых для форума объектов, главный из которых дворец школьников, где пройдет встреча глав двух государств. Необходимо обеспечить и транспортную инфраструктуру, ведь главной темой масштабной казахстанской российской встречи будет туризм. А это не только исторические места и зоны отдыха, но и аэропорт, ЖД-вокзал, трассы международного и республиканского значения. Нужно успеть привести все в соответствие с международными стандартами. И главное сделать это качественно. Такое поручение от Оскара Мамина. На чем еще акцентировал внимание Северян, первый заместитель и премьер-министра, расскажет Кристина Горбаченко. В 2017-м завершилась реконструкция международного аэропорта Петропавловска. Отремонтировали взлетно-посадочную полосу и терминал. Но теперь, чтобы принимать большое количество гостей, предстоит увеличить число площадок для стоянки воздушных судов. Планируем 6 площадок, которые позволяют нам. В целом мы посчитали необходимое количество гостей, которые прибывают. Мы проанализировали форумы в Атрау, проанализировали в Павлодаре. Где-то около 60 портов прилетало. Но мы договорились уже с аэропортом Курчатав, Астаны и Кустаная. Так что эта ситуация решаемая. Здесь в планах по подготовке дороги протяженностью 5,5 километров, ПСД все готово. Планы по расширению перона аэродрома Оскар Мамин поддержал. Самолеты глав государств приземлятся в Петропавловске. Если воздушных судов гостей будет больше ожидаемого, то их примут аэропорты из соседних областей. Просьба большая поддержать. У нас сегодня, к сожалению, техника, которая стоит на балансе аэропорта, она вот 70-х, 70-х годов. Хорошо, будем рассматривать. Да, мы сейчас с компаниями контактируем для того, чтобы использовать наш аэропорт. Они смотрят оснащение техникой и вопрос сразу возникает для того, чтобы привлечь загружку аэропорта. Хорошо. Российские делегации будут добираться на форум и на автомобилях. Для этого нужны хорошие трассы. В июле прошлого года начали реконструкцию автодороги от Петропавловска до Кургана. В рамках реализации программы «Нерлужово» ведется реконструкция коридора «Астана-Петропавловск» с выходом на Российскую Федерацию, на Курган. В данный момент 143 километра работы уже выполнены. В данном ведутся работы по участку Петропавловск, граница Российской Федерации. Участок протяженностью 60 километров, генеральный подрядчик АО «Кадорстрой». Оскар Мамин интересуется, когда завершатся работы. По словам дорожников, из 60 километров в этом году успеют отремонтировать только половину. Я прошу рассмотреть, Роман Васильевич, внимательно вопрос ускорения производства работы на этом участке. Это очень такой интенсивный участок. Если необходимо будет дополнительно финансироваться, чтобы лимит этого года увеличить. Поэтому давайте просмотрим. 60 километров – не такой большой проект. Если интенсивно работать, можно успеть в этом году до начала форума. В этом году закончится реконструкция моста в районе ДСР. На въезде в Петропавловск установят монумент Кожеберген-Жирау. Отреставрируют фасады зданий и магазинов в едином современном стиле. А это будущий дворец школьников. Он станет главным объектом форума. Именно здесь планируют проводить пленарные заседания с участием президентов Казахстана и России. Цветовые решения уже современные. Терракотовый цвет. Тренды мировые мы тоже учили. На март то, что мы планируем, это заполнение кирпичной кладки и фасад витражи. Фасад у меня полностью уже здесь 100% завезен. Витражи 60% здесь на объекте. И заходим, начинаем. По инженерии как? По инженерии тепловой узел уже готов. Да, уже готов. Челера, приточные установки, полностью все 100%. Наружные сети, водопровод и канализацию провели в прошлом году. С финансированием проблем нет, говорят подрядчики. По срокам остается полгода. Времени мало, отмечает Аскармамин. Поэтому темпы строительства нужно ускорить. График очень напряженный. Надо интенсивно работать. Отделка начнется уже. Площадь здания немаленькая. Почти 15 тысяч километров. Везде надо работать одновременно. С тем, чтобы успеть. Ну и качество. Вопрос качества номер один. В микрорайоне Жасоркен введут в эксплуатацию 2700 квартир. На финальной стадии сейчас строительство теннисного корта. Детально о подготовке к главному политическому событию года говорили уже на совещании. Первый вице-премьер отметил, что форум приграничного сотрудничества нужно провести на высоком уровне. Качественным должен быть и контент мероприятий, которые будут проходить в эти дни. Тематика форума в этом году – новые подходы и тенденции развития туризма Казахстана и России. Вы знаете, что мы придаем важнейшее значение развитию туризма. В Казахстане отрасль обладает огромным потенциалом для своего развития. Петропавловск не случайно выбран, так как мы считаем, что он обладает значительным туристическим потенциалом. И если мы говорим о туристах, которые могли бы посещать наши туристические места и приобретать наши туристические продукты, то мы во многом ориентированы на российский рынок в том числе. Нужно подготовить качественные и интересные презентации о туристском потенциале региона. Большая работа до начала форума предстоит и по улучшению инфраструктуры Петропавловска. Очень много работ предстоит по приведению на должном уровне инфраструктуры города. Это касается и инженерной инфраструктуры города, дорог, соответствующих улиц. Есть все, что связано с жилищной инфраструктурой. Мы посетили объекты строительства новых многоквартирных жилых комплексов. И все это, конечно, большая работа. Сроки у нас остались не такие большие, поэтому необходима очень интенсивная работа со стороны Акимата области. Подробно о том, как на севере страны готовятся принимать высоких гостей, рассказал Кумар Аксакалов. Он заверил, что презентация Дворца школьников будет 1 сентября. Он будет уникальным, в своем роде здесь будут сосредоточены самые уникальные вещи в IT-технологиях и будет местом, где будут тянуться дети прежде всего. Запланирован и масштабный ремонт дорог. Глава региона просит дополнительное финансирование на асфальтирование второстепенных проездов. В Петропавловске только половину всех дорог можно назвать качественными. Продолжится установка современного энергосберегающего уличного освещения. Идет реконструкция железнодорожного вокзала. Отремонтируют максимум дворов, высадят деревья и живую изгородь. Отреставрируют фасады 60 домов. Для приема гостей есть 19 гостиниц. Две еще достраивают. По нашим оценкам, более тысячи гостей и участников форума будут находиться в эти дни в Петропавловске. Многие из них приедут заранее в рамках подготовки проведения выставки. И даже приедут, может быть, за месяц, потому что необходимо большую подготовительную работу провести. Поэтому мы должны четко понимать, что нам нужно не менее 1200 мест в гостиницах. Всего сколько номерной фонд в городе сегодня? С учетом всех гостиниц, 752. Мы сразу видим, что дефицит у нас где-то 500 мест сегодня наблюдается. Поэтому надо над этим работать. Обеды и ужины для делегатов будут организованы в 27 ресторанах. Рассказал глава области и о развитии туризма. Это главная тема будущего форума. Есть планы по развитию Шалкарска и Монтаусской зоны. Для этого нужно сделать дороги и современные базы отдыха. Кумар Аксакалов попросил Аскара Мамина включить в программу «Дорожная карта бизнеса-2020» пункт по поддержке предпринимателей по строительству транспортной инфраструктуры к новым объектам. Эта неделя оказалась богатой на деловых гостей. В субботу, которая была объявлена рабочим днем из-за переноса выходного на будущую пятницу, Северный Казахстан посетил Елжан Бертанов. Министр здравоохранения побывал в медицинских учреждениях региона, ознакомился с организацией работы больницы-поликлиник, общался с персоналом, а после провел совещание. На север страны он приехал, чтобы откровенно поговорить о проблемах отрасли. Их накануне глава региона Кумар Аксакалов и главный врач страны обсуждали в Астане. И Елжан Бертанов приехал в регион, чтобы на месте разобраться. Почему в поликлиниках Северного Казахстана такие большие очереди? Почему мы не можем справиться с дефицитом кадров? И почему многие показатели у нас хуже общереспубликанских? И главное, как изменить такую тенденцию? Елжан Бертанов в Северном Казахстане впервые. Он приехал по приглашению главы региона, чтобы обсудить проблемы отрасли. На встрече с врачами министр рассказал об обязательном медицинском страховании. Его отложили на год, чтобы решить вопрос с теми, кто потенциально может оказаться в числе незастрахованных. Таких в стране почти 3 миллиона. Это основной риск и в первую очередь риск для наших медиков, поскольку, когда завтра они придут в систему медицинского страхования за помощью, они узнают, что, так скажем, помощи в полном объеме, как они привыкли, предоставляться не будет, только в той части, где есть минимальный объем ГОБМП. В этом году в республике до 1 миллиарда 300 миллионов тенге увеличили финансирование на закуп бесплатных лекарств. До 1 апреля пройдет проверка всех управлений здравоохранения страны. Есть факты, когда медикаменты используют не по назначению или вовсе продают в частные аптеки. По словам министра, Северный регион по реализации госпрограммы «Саламаты Казахстан» в аутсайдерах. Мы в числе четырех областей, которые находятся в красной зоне. Болезни системы кровообращения. Республиканские превышают на 9% заболеваемость, но смертность на 24% превышает. То есть нужно посмотреть, почему такая высокая смертность от БСК. Материнская смертность на 18% превышает средний республиканский. То есть это же не от старения, а зависит, скажем так, младенческая на 13% республиканский превышает. Ну и хочу обратить все-таки травмы и отравления на 56%. Травмы и отравления. То есть это все-таки, я убежден, есть и с нашей стороны недоработка. Всего месяц дал Елжан Бертанов управлению здравоохранения на пересмотр регионального плана. А еще необходимо создать наблюдательный совет, который мог бы мониторить деятельность медучреждений. Их работа должна быть прозрачной и подконтрольной. Потом мы еще поправки внесем. Аттестацию всех главврачей, их заместителей, будет проводить наблюдательный совет и вам писать представление, соответствует он или нет. А то годами сидят у нас главврачи, хорошо, если хорошо работает. А если, извините, динамики нет, дайте дорогу, так сказать, может, тем, кто имеет какой-то план развития в своей голове. Врач третьей горбольницы пожаловался министру в интернете на низкую зарплату. При ее начислении в медорганизации руководствуются постановлением правительства, тогда как сами могут регулировать фонд заработной платы. Если у вас нет возможности увеличить зарплату, вы прямо ответьте своим врачам, что у вас нет возможности. И всех остальных это, коллег, касается. Мы для чего переводили на ПХВ? И мы этот мониторим на самом деле. И мы видим в разрезе каких регионов у нас зарплата в предприятиях на праве хозяйственного ведения почти на 20% выше, чем в казенных. Я вот попросил дать план развития вашего предприятия, я посмотрю. И наверняка я найду там внутренние резервы, которые можно было оптимизировать. Сколько у вас заместителей? Зачем три заместителя главвача? И понятно, что это люди, как правило, с большим стажем и с высокими категориями. И, соответственно, у них оклады в два раза выше, чем у молодых врачей. Мы говорим, врачей не хватает. Давайте, я думаю, вполне одного заместителя достаточно. У нас в министерстве всего два заместителя на всю страну. За последние 10 лет в нашей области не построено ни одной больницы. Елжан Бертанов говорит, что нужно не увеличивать количество маленьких, а создавать несколько больших и многопрофильных медучреждений. Пообещал дополнительное финансирование на обновление оборудования. Глава региона поднял наболевшую для всех североказахстанцев проблему очередей в поликлиниках. Организуйте так работу, чтобы очередей не было. Сегодня все системы позволяют это регулировать. Понимаете? Люди потом мне говорят, знаете, часами сидим. Ну что это такое? Кумар Аксакалов лично мониторит соцсети. Часто о проблемах в здравоохранении североказахстанцы пишут на его интернет-ресурс. Глава региона рассказывает министру, есть планы по внедрению электронной системы оценки работы медиков. А еще в северном Казахстане не хватает узких специалистов. Нет детского кардиолога. Один детский гематолог на всю область. Нет аллерголога в городе. Нет аллерголога в городе. Это вопрос, который людей волнует. И мы будем при... Я сейчас, Беб, этот вопрос объяснял, что вопрос по жилью. Значит, мы будем этот решать вопрос. Гематолог-онколог областной детской больницы говорила на встрече о жилищной проблеме медработников. Она стоит в очереди. И пока проживает в доме врача. Ну, как-то за нас так взялись, так решили уплотнять. Один врач в семье, положена одна комната. У меня двое детей, муж не врач, и грозятся подселить в двухкомнатную квартиру. Этот вопрос необходимо поднимать на республиканском уровне. Министр взял его на заметку. Также Илжан Бертанов говорил о том, что нужно переходить к тому, чтобы человек сам мог управлять своими заболеваниями и не запускал их. Чаще проходить скрининги, профосмотры. В этом помогут современные технологии. Главному врачу страны в областной больнице презентовали мобильное приложение «Антиинсульт». Пришла такая идея создать веб-приложение, мобильное приложение, которое бы нам помогало заниматься профилактикой. И мы в прошлом году начали совместно с фирмой «Профиль». Наши известные разработчики «Надежда» разработали. Это лично наше, мы имеем в виду собственную структуру. Еще одно медприложение «Онкоскрин» министру показали в областном профильном диспансере. Да, он может получить опцию тест и пройти, выбрать женский или мужской онлайн-скрининг-тест. Это 36 вопросов для мужчин и 46 вопросов для женщин, по окончании которого они получают группу факторов риска и что им рекомендовано пройти. И, собственно, вся необходимая информация на этом опционале. Сейчас мы вводим требования с этого года. Это будет обязательно для поликлиник, то есть которые работают в информационной системе, до конца года должны перейти, мобильные приложения для населения должны перейти. То есть, соответственно, каждый гражданин может иметь приложение, через которое мы взаимодействуем с системой. Елжан Бертанов ознакомился с ходом строительства нового отделения онкодиспансера. Также посетил областной центр скорой медпомощи. Здесь с этого года работают по новым стандартам. После Елжан Бертанов встретился с коллективом Козылжарской районной больницы. Отсутствие порядка в учете больных. Сегодня это серьезная преграда на пути к эффективной медицине, говорит министр здравоохранения. На смену бумажной волоките приходят информационные системы. Но здесь тоже нужен ответственный подход. К примеру, база данных получателей бесплатных медикаментов. Назначенный препарат порой не доходит до пациента. Мы там все у себя видим. И мы знаем, что в прошлом году 2,5 миллиона человек получили почти на 100 миллиардов тенге лекарства. Вопрос в том, что мы как-то нужно это периодически, выборочно мониторить. Мы, допустим, в прошлом году назначали, почему не по общим штатам? Объективность? В красных медицинских частях появляется? Да, да, да. Почему того-то, того-то препарата? Возможно, просто в данный момент не поступило препарата, не было. Пациент отказался. То есть причины должны быть разные, но все должно фиксироваться. Беспорядки в списках приводят к нерациональному закупу медикаментов. Партия препаратов на бесплатное амбулаторное лечение в Козылжарскую ЦРБ уже поступила. Илжан Бертанов осмотрел пункт выдачи лекарств. Всего в прошлом году в стране выявили свыше 500 нарушений в этой сфере. Перемен в лучшую сторону ждут с приходом единого дистрибьютора. С этого года госзаказ выполняет компания СК «Фармация». В первый год нам, конечно, не удалось избежать тех проблем, которые с год в год были. Это несвоевременное проведение закупа и неточности по объемам, которые, соответственно, выражались в том, что люди не могли получить те препараты, которые им положены. Соответственно, мы в прошлом году начали проводить работу по выяснению этих причин. Всего к Козылжарской Центральной районной больнице относятся 42 тысячи человек. К примеру, к участку терапевта Олега Лукашкина прикреплены 2600 пациентов. Это на тысячу больше нормы, говорит глава Минздрава. Высокая нагрузка связана с дефицитом кадров. В Центральной районной больнице не хватает 40% специалистов. Илжан Бертанов отметил, открытие медицинского факультета в СКГУ имени Монаша Кузыбаева в будущем поможет решить в регионе эту проблему. Продолжаем программу. 1 марта мы отметили праздник «День благодарности». Его учредили по инициативе главы государства два года назад. Так сложилось исторически. Казахстан стал родиной для представителей 130 национальностей. Массовая депортация прошла в 30-40-е годы прошлого века. В этот сложный период репрессий и голода в Казахстан переселили 80 тысяч немцев, 102 тысячи поляков, 550 тысяч жителей Северного Кавказа, больше 18 тысяч корейцев. Потеряв все, они вынуждены обрели новую родину, новых земляков, которые не бросили их в беде, протянули руку помощи, поддержали, чем могли. Люди с разным менталитетом, культурой, традициями, обычаями научились жить одной большой семьей. И сегодня в Казахстане представители каждой национальности могут изучать родной язык, отмечать праздники, соблюдать обычаи и традиции своих предков. Дружба и согласие стали главными ценностями и достижением республики. Несколько историй тех, чьи родные были депортированы в Казахстан, узнала Эгири Мукашева. Начало 20-го века – тяжелое время для многих народов. Больше одного миллиона человек были депортированы в Казахстан. Одна из них – семья Валентины Корневой. Моего дедушку Марчевского Васлова Францевича и мою бабушку Марчевскую Клементину в девичестве Марциновскую выслали первым эшелоном в 1936 году. Но больше всего угнетала причина депортации. Марчевский не хотел вступать в колхоз. Из Житомирской области Украины в июне 1936 семья добралась до севера Казахстана. Поселились в селе Вишневки. Бабушка была беременна уже на тот момент. И при печальных событиях в декабре она родила мою маму перед Рождеством и в январе умерла. Дедушка через год женился снова. Но в 1942 году его взяли в фудармиках всех поляков. Не только поляков, а всех спецпереселенцев. И он был в Нижнем Тагиле. Строил Нижний Тагил, мероприятия Нижнего Тагила. И уже вернулся в 1945 году. В октябре 1956-го мама Валентины Корневой Мария Евмарчевская сбежала в совхоз Щерска к Читавской области. В рваной одежде, без документов, она постучала в двери сельской больницы и попросила работу. Главный врач Алексей Измайлов пожалел 20-летнюю девушку и взял ее санитаркой. Через месяц коллектив больницы подписал прошение, чтобы ей выдали документы, справку и паспорт. И 16 января 1957 года она получила этот документ. Мария Марчевская всегда учила свою дочь быть благодарной. За жизнь, свободу и мирное небо над головой. Сейчас Валентине Корневой 59 лет. Она ведет активную общественную жизнь, участвует в форумах и проектах, организовывает мероприятия и пишет книги о польских традициях. В руках Людмилы Беевой фотографии Лаврентия и Русалия Сильборн. Это ее дедушка и бабушка по отцовской линии. В 1939 году их вместе с девятью детьми депортировали из Поволжья в Казахстан. Бабушка много раз вспоминала, какой трудной была дорога. По дороге похоронили двоих детей. Просто дети умерли, их на станции сняли. Добирались почему-то очень долго. Так семья Сильборн оказалась в Новоалександровке, где их приняли как своих. Угощали молоком, баурсаками, куртом. Бабушка Людмилы Беевой всегда с теплотой вспоминала людей, которые помогли им на казанской земле. Тяжелее всего пришлось во время войны. Плохо знавшего русский язык Лаврентия Сильборна обвинили в сочувствии немцам и в феврале 42-го арестовали. Ему уже было 52 года, а пришел уже 62 года. Естественно, что и с выбитыми зубами, и больной весь. Но еще оклемался и дожил еще почти до 90 лет. Отец Людмилы Александр 8 лет находился в трудовой армии в Свердловской области. Там женился на Анастасии, родилась Людмила. В 1950-м семья вернулась в Казахстан, в село Тельман. Что меня всегда с детства радовало, что люди всегда были очень близки друг к другу. Вот мы приехали в Тельман, мне еще только 5 лет было, даже 5 еще не было. Я помню, как люди просто приходили познакомиться. Просто вот кто приехал, избушку дали, ну, плохенькая, конечно, бедненькая. Но в то время все так жили. Были там и поляки, и казахи, и все вот в одном классе. И мы даже не считали, кто какой национальность. Мы были вот одной какой-то такой дружной семьей. Сейчас Людмиле Бейловой 70 лет. В 44 года она работала учителем в селе Рявкино. Говорит, день благодарности – прекрасный повод достать альбом с пожелтевшими семейными фотографиями и сказать спасибо своим предкам и людям, тепло принявшим их на казахской земле. Сегодня потомки тех, кто когда-то не по своей воле приехал в нашу страну – активные и успешные дружники Казахстана. И в день благодарности их заслуги отметили наградами. От имени главы региона 1 марта на форуме этносов 14 североказахстанцам вручили грамоты и благодарственные письма. Награды получили те, кто своим трудом укрепляет межэтнические отношения в нашей области. Отметили и Леонида Ина. В 1937-м его родители депортировали в Казахстан с Дальнего Востока. Свою жизнь он посвятил службе в правоохранительных органах. Родился в Казахстане, который нас принял в свое время, 80 лет тому назад, депортированных корейцев, курдов и других. Спасибо большое, что у нас есть в стране такой праздник, как праздник благодарности. Мы все благодарим великий казахский народ, который нас встретил, обогрел, устроил нас, принял свою большую казахскую семью. На этой неделе в регионе под эгидой Дня Благодарности прошли десятки мероприятий. Одним из заметных стал фестиваль «Этнофэшн». Это красочное шоу национальных костюмов, передающих самобытность народа, его колорит. В школах прошли классные часы о дружбе народов и согласии, концерты в различных организациях, театральные постановки. Нужных и важных акций было много. По инициативе городского Акимата и областной ассоциации перевозчиков, пенсионеры 1 марта имели возможность ездить бесплатно в общественном транспорте. В областном центре крови чествовали почетных доноров, а полицейские отправились в гости с подарками и поздравлениями к воспитанникам Петропавловского детского дома. Состоялся праздник благодарности и в самой многонациональной школе нашего города. Как это было, расскажет моя коллега Александра Салмина. Немцы, украинцы, чеченцы, татары. В ярких национальных костюмах гостей приветствуют ученики. Для них День Благодарности – возможность лучше узнать историю своей семьи и народа. Материалы об этом собраны в школьном музее. Он работает уже 8 лет. У нас представлены предметы быта, атрибуты музыкальные, допустим, этнические инструменты. Вот здесь вот польская дудочка, там дальше у нас есть казахский музыкальный духовой инструмент. Был еще у нас корейский барабан, который мы любезно предоставили Республиканскому музею в городе Астана. В школе работают 9 национальных отделений. Традиции и обычаи каждого из них на стендах и витринах музея. Кстати, в этом году здесь создали уголок, посвященный программе «Рухани Жангыру». Не случайно встречу решили провести именно здесь, отмечают ее участники. Ведь День Благодарности – еще одна успешная инициатива Ельбасет. Уже за круглым столом они говорят о доброте и отзывчивости казахского народа. Семья Луизы Цой в Казахстан переехала в 1937 году. Депортировали из Дальнего Востока. Их боль и трагедию разделили казахи. Не было средств, не было работы, им было очень тяжело. И вот в это время как раз казахский народ протянул руку помощи, плечо поддержки. Они помогали даже последним иногда. Конечно, был голод, холод, болезни, эпидемии. Поэтому некоторых, конечно, мы потеряли, но основная масса выжила благодаря как раз казахскому народу. Сегодня в школе национального возрождения преподает сын Луизы Цой. Она рада, что у представителей других этносов есть возможность изучать язык и культуру своего народа. Казахская земля стала родным домом больше, чем для миллиона депортированных. Когда-то она приютила и предков Тимофея Артабалевского. Он учится в 11 классе в польском отделении. Выпускник еще думает о своей будущей профессии, но уже точно знает, из Казахстана не уедет. Это лучшая страна. Многонациональная, нет никаких ограничений по языку, религии. Сегодня у ребят есть возможность пообщаться с теми, кто вошел в почетную сотню новых лиц Казахстана. Школьники интересуются, как удалось добиться такого успеха. У меня в классе учились немцы, поляки, казахи, украинцы, белорусы. И эта касса была здорово. И вот это, наверное, меня научило культуре. Я немножко знаю украинский язык, потому что у меня подруга была украинка. С соседями мы жили. Я знаю немножко татарский язык, потому что соседка была татаркой. И вот это, наверное, обогащало меня. Вот это и позволило, наверное, достичь того, что я достигла. А еще труд, доброта и любовь к родной земле. И хочу я земле в поиск поклониться. Той земле, на которой довелось мне родиться. Кстати, дата, которую выбрали для Дня Благодарности, тоже не случайна. 23 года назад, 1 марта, была образована Ассамблея народа Казахстана, которая решает вопросы межнационального согласия, сохранения традиций и культуры народов, населяющих нашу страну. Да и не только. Урегулирование споров, благотворительность, проведение акций, помощь в решении даже житейских проблем граждан. Все это в компетенции этого уникального института, аналогов которому нет сегодня в мире. Вы смотрите итоговую информационную программу МТРК. 1 марта еще и Всемирный день гражданской защиты. Его ввели французы. Именно в этой стране в Париже в 1931 году по инициативе нескольких государств были основаны Ассоциации Женевских зон, они же зоны безопасности. После Ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны, а в 1972 году МОГА получила статус межправительственной организации. В настоящий момент в ее рядах 53 страны и 16 государств имеют статус наблюдателей. Казахстан вошел в состав Международной организации гражданской обороны в октябре 1997 года указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Объединение усилий мировых держав в вопросе гражданской безопасности необходимо. Во-первых, это масштабный обмен опытом с зарубежными коллегами. Также это общие, отработанные и эффективные правила по предупреждению различных чрезвычайных ситуаций и их ликвидации. Каждый год этот день, а после и весь год проходит под своим девизом. Лозунг 2018-го – задача гражданской обороны и национальных структур повышать эффективность работы с катастрофами. В нашем регионе в силу географического положения и климатических условий особо опасаться серьезных ЧАЭС, пожалуй, не стоит. Разве только доставить неприятности может большая вода, но к паводку ежегодно готовятся основательно. Только в 2017-м на эти цели из государственной казны выделено больше 3 миллиардов тенге. И если природным стихиям как-то еще можно противостоять, то людской беспечности и халатности пока еще не получается. И именно по вине самого человека, к сожалению, чаще всего случаются ЧП. Эта неделя выдалась у спасателей очень горячей. В последний день зимы полыхала крыша развлекательного комплекса «Кристалл». Сигнал о пожаре на пульт службы 101 поступил в 17.44. Спасатели прибыли на место ЧП через 6 минут. Все выставства гарнизона города Петропавловска были направлены по повышенному второму номеру вызова. На местах прибыли сейчас работают 11 единиц, 65 личного состава, а также все взаимодействующие службы города Петропавловска. Это охрана общественного порядка, сотрудники ТО «Петропавловска» в электросети. В настоящее время уже очаг пожара локализован. Третьему номеру, который объявлен был по прибытию на место, уже дан отбой. Тушили пожар на четырех участках. Оперативные действия спасателей не допустили распространения огня на нижние этажи здания. Эвакуировали 11 человек персонала. Огонь уничтожил 30 квадратных метров кровли и 120 квадратных метров межэтажного перекрытия. Причина пожара пока неизвестна. Есть версия, что загорелась электропроводка. Вердикт вынесут спасатели, когда проведут все необходимые экспертизы. Владельцам же заведения пока предстоит подсчитывать убытки. Совсем недавно в развлекательном комплексе провели ремонт, а теперь все детали обновленного интерьера или сгорели, или пришли в негодность во время тушения. Впрочем, самое ценное – это человеческие жизни. Весь персонал успел покинуть горящий клуб. К счастью, обошлось без жертв. Здесь хорошо сработали спасатели и сориентировались сами официанты и повара. Без паники, следуя инструкциям, покинули здание еще до того, как вся крыша заплала огнем. Однако так бывает далеко не всегда. С начала года только в Петропавловске жертвами пожаров стали семь человек. Трое из них на этой неделе. Вот все, что сегодня осталось от частного дома по улице Украинской. Около полуночи 28 февраля соседи заметили густой дым, который шел из жилья, и вызвали пожарных. До их приезда попытались сами помочь семье, но из-за дыма не смогли даже зайти в комнату. Узкий проезд между домами мешал технике подобраться к охваченному огнем жилищу. Сразу было принято решение создать звенья газодомозащитной службы и осуществлять поиск детей. В тушении пожара участвовало 4 единицы техники. Для ликвидации пожара подавались два пожарных ствола. В 1 час 7 минут пожар был локализован, и в час 23 минуты пожар был ликвидирован. На пути пожарных была еще одна преграда. Окна в доме были заставлены мебелью, и тут собственное жилье, стены и крыша стали ловушкой для его обитателей. У 4-летних близнецов Адильжана и Мелании и их мамы Аппагуль не было шансов на спасение. Причину ЭТЧС тоже выясняют. По заключению испытательной лаборатории, причина пожара – короткое замыкание электропроводки в результате разного сопротивления токоведущих частей, то есть медь и алюминий вместе на предпотылочном перекрытии. Развитие пожара поспособствовало и задымление, то, что конструкции дома были деревянные. С начала года в регионе произошел уже 121 пожар, это на 21 больше, чем в 2017. Обычно причинами таких ЧП становятся неисправная проводка или электроприборы, забитый дымоход или неправильная эксплуатация печей. Из-за халатного и беспечного отношения к таким важным вещам, как порядок в собственном доме, можно в считанные минуты лишиться крова, а что еще страшнее жизни. Будьте внимательнее, берегите себя и близких. Это программа «Обозрение», и мы продолжаем. Равные права и равные возможности, безбарьерная среда. Об этом в последние годы говорят часто. Говорят, а что делается для того, чтобы все это стало реальностью для тех, на кого нацелен такой посыл. Конечно, это доступность образования, возможность работать, быть частью социокультурной жизни, самостоятельно выбирать путь профессиональной и личной самореализации. И все это не должно зависеть от физических, социальных, личностных и других особенностей. Сегодня создание именно такого общества без границ для всех граждан – это то, к чему стремится любое демократическое государство. Казахстан здесь не стал исключением. Особенно активно этим вопросом занялись пять лет назад, когда в стране приняли план по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов. И здесь несколько важных составляющих. Одним из приоритетов на первом этапе реализации плана выбрали создание свободы передвижения. Большие проблемы, к примеру, были с доступностью социальных объектов. Больше 70% из них сегодня уже адаптировали для удобства североказахстанцев с особыми потребностями. Речь не только о пандусах. Здесь и кнопки вызова специалистов на входных группах, обслуживание на первом этаже в одном кабинете, специальные маркировки на лестницах и дверях. В этом году в регионе планируют адаптировать 245 объектов в 2019-201. Уже оборудовали 207 специальных парковочных мест для автомашин. На 11 пешеходных переходах появились звуковые устройства. В прошлом году приобрели и запустили три автобуса, в которых могут без проблем ездить инвалиды-колясочники. Работает в регионе и служба социальное такси. И это лишь начало, и большего можно здесь добиться, развивая социальное партнерство. Положительные примеры именно такого отношения в регионе есть. Герой нашего следующего материала Шамиль Резванов совсем недавно не мог выйти из собственной квартиры. В доме, где он жил, не было приспособлений для инвалидной коляски. Обувной мастер не мог ни зарабатывать, ни общаться со внешним миром. На просьбу о помощи откликнулись бизнесмены. Подробности этой истории знает Александра Солмина. Этот ларек ремонта обуви пустует с позапрошлого года. Владелец Шамиль Резванов не может добраться до своей работы. Чинить сапоги и ботинки мастеру с 30-летним стажем приходится дома. В один день он стал для него не крепостью, а тюрьмой. С возрастом уже ноги начали слабеть, слабеть, начал на двух костлях ходить. Потом вышел с работы, как-то поскользнулся после дождя и сломал тазобедренный сустав. Вот это, как его по-медицински, ложный сустав называется. Но даже с 16-го года, с 4-го октября, это приколонные коляски. А квартира Шамиля Резванова на втором этаже. Выйти на улицу даже с посторонней помощью он мог очень редко. В основном, когда надо было съездить в больницу. Устав от жизни в заперти, он отправился за помощью в палату предпринимателей. На просьбу откликнулись, и в доме появился вот такой пандус. От порога до самого выхода. Конструкция сборная. Справиться с ним может даже ребенок. Пандус сделан из алюминия. Остальным жильцам механизм не мешает, А для Шамиля Резванова он стал дорогой жизни. Поставили этот пантос. Стало намного легче. С помощью одного человека можно уже спокойно спускаться. Сейчас вот должны еще поставить, у меня уже готовые они, должны прийти поставить параллельным перилом поручни, чтобы двумя руками держаться и спускаться самому. Мы огромное спасибо им, кто принимал участие в этом создании, в установке. Помогли руководители товарищества «Лира» и компании «Артстрой». Устройство изготовили за полторы недели и сделали сюрприз к Новому году. Теперь, как только станет тепло, Шамиль Резванов наконец выйдет на работу. Если человек хочет работать, ну почему не помочь? По цене, конечно, это относительно недорого. Порядка 30-40 тысяч вышло где-то. Ну это без работы, конечно, это построить по материалу. Ну и плюс работа. Ну работа опять-таки сотрудники, они откликнулись на мою просьбу. Делали тоже безвозмездно. Здесь могут наладить производство таких пандусов, рассчитывает на госзаказ, говорит Ильгам Валишин. Кстати, Шамиль Резванов не единственный бизнесмен с особенными потребностями, которому помогли в палате предпринимателей. От общественного объединения и при поддержке региональной палаты были направлены трое в фонд «Дому». Один начал заниматься изначально в сфере дополнительного заработка. Ему была оказана услуга инструментом, начальным материалом, чтобы начал человек хотя бы чем-то заниматься. Все это в рамках акции Национальной палаты предпринимателей «Атами Кенэм». Она стартовала в прошлом году во всех регионах страны. Главная задача компании – привить бизнесменам социальную ответственность. Сильная личность всегда найдет применение своим способностям, не будет сидеть ложа руки. И примеров именно таких влюбленных в жизнь, несмотря ни на что людей, очень много. На следующей неделе в Корее стартуют Паралимпийские игры. Здесь соберутся сильные духом люди. Наблюдая за такими спортсменами, приходишь к мысли, что им никто не может помешать на пути к рекордам и медалям. За звание чемпионов на Паралимпийских играх в борьбу вступят и наши земляки – Сергей Усольцев, Кайрат Канафин и Александр Герлиц. Они выступают в двух дисциплинах – лыжной гонке и биатлон. Будем искренне болеть за наших земляков и ждать их возвращения с победой. И она будет, даже если они не взойдут на пьедестал. Это будет победа над самим собой. А наша программа на этом подошла к концу. Встретимся в студии через неделю, чтобы вновь поговорить о том, что так важно и значимо для нас. До свидания.